а я всем привет я никита мишка сегодня я пою и общаюсь с вами и смотрите полную версию на youtube канале страна fm я никита мне 18 лет я тик токер блогер артист в тик токе у меня 5 миллионов но насчет артиста у меня на данный момент два трека которые уже вышли один который скоро выйдет и еще несколько готовятся сейчас уже начал заниматься более так больше музыкой и я еще не определился жанром я пишу пока во всех я ищу свой стиль и я написал же в поп и сейчас вот я пишу хочу проводить в рок то есть попробовать пока все не определился можно ли менять стиле уже состоящим состоявшимся артистом да я считаю то что абсолютно все можно менять пробовать себя в других стилях потому что если состоящийся артист это вообще круто у тебя уже есть аудитория ты попробуешь себя в другом стиле не получится ну ладно за даже если там скажешь что это полная ты скажешь блин я хотел попробовать я думаю на это вся отреагирует по типа ну ладно неплохо типа красавчик что пробовал если получается то это вообще круто ты захватываешь новую аудиторию я считаю да это круто современная музыка что с ней с ней сейчас более чем все отлично очень много крутых молодых артистов которые реально делают крутую музыку вообще талантливые ребята молодцы что у меня сейчас плейлисте много кого стричь допустим самый любимый кто у меня из исполнительный это фараон он очень хорошо со смыслом зачитывает мне очень нравится хочу научиться писать так же как он потому что это это реально круто вот это прям уровень остальное но это что-то больше да для такого движа послушать что-то там потусить но фараон это прям вдуматься надо по помимо фараона из я слушаю мои вейса муррокета славу мэрлоу лил кристалл элджей да в принципе все а и кизару прошу прощения кизару забыл все теперь все какой жанр сейчас топе вообще может быть любой жанр в топе сейчас сейчас кто у нас постоянно впадают в чарты это маргин штерн он сейчас постоянно в топе по жанрам не знаю не понимаю какой музыки я начинал слушать треки с джастин бибера я даже сейчас скажу о мой первый трек в моем плейлисте был шейповью эдширн это самый мой первый трек плейлисте я тогда вроде бы примерно тогда это было в 2000 короче когда мне было 13 или 14 лет 14 14 лет не было я первый раз зашел в музыку вконтакте и завел свой плейлист скачал туда трек шейповью и после этого начал уже полностью слушать другие треки я слушал бибера начинал с бибера не любил русскую музыку вообще не нравилось ну не так далее 14 было не нравилась мне русская музыка потом я наткнулся такого артиста как илджей с треком розовое вино мне он понравился я его начал слушать и потом постепенно я начал уже слушать других по типу кизару и так далее начинал с джастином бибера все слушать кто мои родители семья мама папа младше совсем младшая сестра ей четыре года общаюсь ли я с ними да и с ними ну периодически общаюсь не прям просто общаюсь они там спрашивают как и что интересуются я рассказываю но увидимся мы редко я больше такое люблю потусить с ребятами с друзьями своими я живу с ними и отдалился вот так вот сказать родители чем они занимаются я не совсем об этом знаю поддерживают ли они меня до поддерживают так говорят что прикольно занимайся они правда не понимают что мне в этом получается они они не против не говорят круто молодец им нравится да им нравится что я делаю музыкальном плане что кто такой лидер мнения и считаю ли я себя лидер мнений но если брать лично мою компанию то да я лидер мнений если в общем плане то нет я скорее такой чуть-чуть не дошел до уровня чтобы еще в больших компаниях давать говорить свое мнение если я на аудиторию скажу свое мнение прослушаются конечно но они всегда не всегда бывают и бывают кто при свое мнение остается вообще аудитория такая вещь то что все держат за свое мнение но можно ли в по-любому всегда переубедить главное как ты преподнесешь информацию потому что бывают такие моменты когда я прав но я это полуплохо объясняю и говорят нет это вред но это не так а бывают когда я могу сказать такую просто чепуху но сказать это таким типа да объяснить все почему это так и поверят реально поверят изменится мнение но это не так поэтому я считаю каждый должен оставаться при своем мнении про мат что в том что в треках материться можно но не жестко допустим там сказать какое-нибудь такое слово где-то впихнуть так на бэках или еще где-то там какой-нибудь я считаю это нормально но ты таким образом выражаешь какие-то сильнее выражаешь эмоции это так увеличивают такую процесс предложения такую строчку она делает более жестче и более выразительный да я считаю в треках это нормально я не матерюсь в своих треках потому что у меня еще детская аудитория некоторые ребята им по 16 по 5 ну хотя настолько уже ребят матерять я знаю на веливан случае я хочу показать себя с хорошей стороны и пока что на аудиторию которая младше меня я делаю треки без мата потому что я несу пример ребятам более младше меня я нельзя просто если брать более старшую аудиторию там как у фараона кизару моргенштерна но хотя у моргенштерна тоже дети но не суть таких ребят у которых блин там уже аудитория от 18 лет ну да там уже просто немножко и образ другой у меня образ но я мимишка поэтому я пока не делаю но хочу хочу делать если я сейчас буду выходить на более взрослую аудиторию и я уже буду немножко писать в другом формате если про реальную жизнь то да я матерюсь я этого не скрываю бывает не часто но бывает если не будет лет 30 то какой то останусь ли я мимишкой нет я по-любому изменю свой ник я уже думал об этом я и начал думать об этом еще год назад когда мне было 17 лет я уже не похожа на мимишку и у меня образ немножко поменялся еще поэтому да в любом случае я буду менять свой ник когда это еще не понятно но я думаю до 3 до 30 точно успею сменить когда сменил им наверное когда мне было 17 лет в 16 лет я начал говорить то что я уже его сменил но я не мог его сменить потому что я не мог без вопроса даже не то чтобы не хотел я не хотел мне было стрёмно менять 16 лет но не хотел чтобы аудитория называла меня так я сменил я сказал что всем на что я сменил на никита и потом когда так получилось то что я начал всем абсолютно всем и друзьям и знакомым вообще всем всем обращаться как никита то есть говорить я никита представляться и меня начали вообще все во все звать никита я такой подумал да блин уже в принципе пофиг не страшно мне уже никто не зовет так давно и все про сменил у меня все знакомые были никиты я в школе учился у меня вот два ребят с которыми я общался ну так их обоих звали никита потом я ушел из школы у меня вдруг появился низком не общался опять же раз никит появляется эту кучу так ног никита господи так и но никита книги до окружали вообще кучи никит очень много никит я так обыдал но блин но это вот мне еще говорят не никита ты будешь знак да мои любимые соцсети где есть тик ток инстаграм youtube века ну какой-нибудь twitter но я можно не пользуюсь и facebook они у меня есть но я ими очень давно уже не пользуюсь наверно года полтора поэтому их не берем счет моя любимая социальная сеть где люблю сидеть это тик ток наверное если просто залипнуть короче это тик ток если посмотреть какие-то новости то это инстаграм скорее а если просто пообщаться с людьми то телеграм но это не станет сеть это мессенджер но общаюсь я только в телеграме нигде больше времени я провожу в тик токе часа ой много-много на самом деле много я никогда не смотрели не считал но скажу точно что много я на самом деле могу прямо сейчас это посмотреть на экранном времени я предпосылаюсь на то что это будет три часа в день четыре часа в день я просто не знаю мне бывает такое то что я смотрю тик ток и я просто беру и залипаю и на очень-очень долго тик ток за вчерашний день у меня два часа 15 минут два часа 15 минут не так уж и много но я в тик токе прям залипаю я иногда могу сесть начать смотреть идеи потому что нужно что-то снимать я раз такой раз надо посмотреть что-то идеи 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 потом через какое-то время минут через десять я просто отключаюсь забываю про то что я искал смотрел идеи такой прикольный видосик смелся такой дальше а еще прикольный видосик и все и так на часа два я просто из этой жизни ухожу вот нам много занимать и так тик ток дома это отдельная тема я побывал в адрим тиме этому это сейчас самый известный дом тик токеров также побывал в xo тиме это тоже один из самых известных домов и что я могу сказать круто это прикольно для начинающих то есть мне тоже первое время было очень интересно что это вообще как это что-то новое но так как я интроверт а я жесткий интроверт чтобы понимали насколько я интроверт у меня есть компания друзей это пять человек больше я не выхожу за за рамки у меня я не у меня так сказать нет знакомых больше нет я от всех отдалился единственное кто есть это вот этим пять пять человек и все я мы и мы все в этом кругу и никто за рамки не уходит то есть мы прям все такие жесткие интроверты в одной компании но это лучшая моя компания то есть все за друг друга горой никто не сливается никто не не крыса это очень круто когда пришел в дыре мтим то там была такая проблема то что нужно если я пришел в дыре мтим ты полностью отдаляешься от своей жизни вне дыре мтима и у тебя остается только дыре мтим это как твоя новая семья и я не готов был забыть всех тех ребят потому что все те ребята которые сейчас в дыре мтиме они переехали из разных городов и они сейчас живут здесь и единственно что у них остается это забыть про прошлое и жить в дыре мтиме но мне просто я не захотел так я хотел общаться со своей компанией не мне на просто больше подходит до в директ я всегда я очень часто смотрел директ дает там машине раз такой на смотри я смотрю что они пишут обязательно мне мне интересно мне не мою аудиторию я допустим выкладываю какую-то историю с вопросом или еще с чем-то и мне интересно как ребята отреагируют то есть мне интересных мнений вообще что и как вообще интересно на самом деле посмотреть что они пишут что пишут просматривать это все потому что бывают очень злые очень злые сообщения я их даже не буду проговаривать бывает очень милые добрые и милые добрые до скорее переполняет поэтому да интересно примеры о не я не приведу если это там прям что-то миленькое то это прямо так где нужно вчитываться это я я не очень давно были а так просто комментарии по типу милый прикольный но зачастую вся привет очень часто пишут привет просто привет и все я этого не понимаю у меня очень много приходит сообщений к 99 процентов из этих сообщений это просто привет я отвечаю на самые интересные прочитываю там где что-то прикольное написано а вот эти привет я просто даже не смотрю потому что ну их очень много их десятки тысяч ой хейт 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 что у меня связано с хейтом когда я был еще довольно мелкий там лет 15 14 15 16 лет мне было очень обидно мне прям до слез конечно не доходило никогда но злился депрессники были прям вообще даже паника была вообще что и как а я просто не понимал на меня сваливается хейт и для меня это что-то новое я не понимал хейт что все мне за хейт или блин это хреново я еще мелкий я очень податливый на эмоции и вообще хреново было я придумал блин что делать что делать а сейчас есть сижу меня хейтят и такой да потому что я уже не не то чтобы все равно мне в любом случае интересное мнение но я через только этого хейта уже прошел я так пытался с ним справиться что-то доказать что-то как-то что-то переделать из-за чего еще больше хейт остановилась я просто по одну мысль лучше просто его пропускать ты просто не будешь замечать этого просто такой блин хейтите ну молодцы мне все равно и все они сами от меня отстанут просто уйдут это даже лучше чем объясняться или еще что-то потому что у меня бывали такие моменты когда в некоторых ситуациях я был прав жестко прав а все писали что я обманщик это не так вообще я сволочь какая-то потому что откуда не услышали другую версию но я был прав и все писали то что обманщик мне блин от этого так было обидно грустно я золочью был потому что я-то прав я понимаю для себя а все не пишут что я врун я пытался доказать объясниться но не верил никто прям никто не верил потому что вот нельзя я не знаю почему просто писали это не так и потом я как-то в какой-то момент блин я подумал все просто уже хватит устал от этого просто отодвинул эту тему начал дальше снимать и все и это куда-то исчезло через какое-то время вредные привычки мои самая-самая вредная привычка это греть ногти это прямо самое вредное я грызу ногти с детства и вообще отучиться не могу прям вообще пытаюсь но у меня не получается а и там больше нет для кого как если человек талантливый и развивает свой талант допустим как вот школу и эти колледжи университет действует если в школе хорошо учишься реально молодец то ты будешь к вид и иди учись да да поступай в хороший университет дальше работать на крутой работе и получать от жизни все я в моем случае очень плохо учился я не мог поступить хорошим то есть я мог но из-за того что у меня там выходили в году тройки очень много а я вообще плохо учился я ушел после 9 я поступал ну естественно в мгу я не поступил бы с такими оценками кроме мгу в россии я не знаю что еще интересно где можно учиться я просто мне поперла скорее карьера блогера я начал зарабатывать этого хорошие деньги и я хотел поступить в колледж но потом подумал то что блин колледж это такая себе тема я уже в тик токе начал зарабатывать деньги я понимал то что колледж не будет отнимать время я хочу пока в этом развиваться и если что потом доучусь в итоге я начал заниматься блогинг все время на это тратил и достиг очень крутых успехов и что я сейчас я думаю я буду учиться если мне понадобится я возможно доучусь потому что дальше у меня путь идет путь актера кажется я хочу если мне скажут чувак конечно талант есть но нужно учиться я пойду учиться если скажут ты крутой ты у себя прирожденный актер ты очень талантливый ты иди сюда в роль к нам я скажу по круто все а так сам развития до всего сам развиваться я буду всегда читать книжки и так далее пока меня обгоняют ребята из dream team ребята из dream team это на данный момент самые популярные ну то есть самые медийные ребята пока в тик токе ну кроме там дима и рахина и рахима но они пришли из инстаграма я помню когда у дина еще не было тик тока она снимала в инстаграм и у нее в инстаграме уже было 2 миллиона подписчиков при том что у меня тогда в тик токе был один это было ой года три наверно назад потом дина перешла в тик ток когда тик ток начал набирать популярность поэтому дина первоначально это инстаграм блогера а вот сейчас вода не милохин бабич такие ребята это вот прямо из тик тока пришедший как я поэтому я думаю dream team это мои конкуренты кто друзья 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 у меня занимаются музыкой они не тик токеры ну вот так периодически снимают но больше не занимаются музыкой они талантливые ребята музыки да так про отношения хорошо да я я влюбчивый не сильно но если я влюбился то все это у меня сносит крышку конкретно я говорю всем пока я начинаю начинаются загоны жесткие так далее поэтому какой-то момент я подумал блин все нет так давай без этого и вопрос то как-то потом перестал влюбляться но если я говорю если я влюблюсь то все это у меня в нее просто несет крышу не опять возможно эти пресняки пойдут а это не это не надо 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 пояснить то что у меня нет девушки а про отношения которые были у меня были отношения год с девушкой с 16 до 17 лет недавно расстались где-то в ноябре 2019 года мы начали встречаться и в октябре 2020 мы расстались вот после этого у меня не было девушки пока и не ищу если что сама найдется если мне кто-то понравится влюблюсь туда а нет нет такого то что еще кого-то и и так пока хорошо мне 18 лет я сейчас тусуюсь вообще все очень круто во время так сказать расстался вот какая идеальная девушка у меня нет пример идеальной девушки у меня нет такого чтобы она была блондинка или брюнеткой короткие волосы длинные волосы но рост обязательно метров шестьдесят пять хорошо это единственное что не прямо что идеально было раз метра шестьдесят пять это прям идеально на него так вот и я вижу так идеально сверху идеальный параметр блин мне главное чтобы нести интересно было просто прикольно мне очень не хочется открыто общаться прикалываться что друг друга подстёбывали что где вот такие дружеские отношения но при этом мы встречаемся и так и понимаешь это круто и т.п. просто у тебя такие мысли блин вообще типа и прикалываетесь и двигать как друзья но типа она моя все не трогать вот это реально прикольно мне такого не было но мне кажется это самые крутые отношения а таких параметров что как нет просто чтобы она была симпатичная это обязательно и чтобы все очень интересно было как я отношусь к тому что людям девушки нравят делают грудь попу и так далее я к этому но не так хорошо прям отношусь об этом не задумался но то есть если грудь попа то я пока не знаю но мне как-то вообще пофиг тело может и без этого хорошее сделать если пойти тренироваться а если делать губы нос то это я к этому спокойно то есть губы нос такие еще нормальные вещи для того чтобы просто подкрасить форме так лицо свое чтобы она было бы привлекательно ну то я это нормально а круто папу но я не знаю но это значит тебе что-то тебе не нравится так же как с лицом конечно но лицо еще можно да да у меня были момент когда у меня совсем не было денег прям вообще не было денег от 15 лет было 15 лет когда я вот ушел из дома я зарабатывал тогда на 20 тысяч 30 тысяч рублей в месяц и какую-то часть отдавали за квартиру и очень маленькую часть на покушать это я реально питался там дошками и всяким этим при том что я вставал просыпался каждое утро снимал 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 и выбился и потом начал зарабатывать уже допустим через полгода уже такого момента я начал зарабатывать под уже 60 70 тысяч в месяц и такое это круто стремился к большему а потом наступила зима и все и опять никто не берет рекламу очень было сложно тогда и опять нет денег вообще и просмотры упали тогда это ну все капец тогда опять такие же проблемы не на что было на покушать очень экономил так далее потом опять начало короче зима это самое стрёмное время года во первых мне она не нравится потому что настроение никогда нет во вторых вот такие проблемы с бюджетом почему-то и навсегда зимой происходит но потом я выбился и через год от того момента я уже начал зарабатывать с очень приличные деньги прямо очень приличные деньги то сейчас я цифры не буду говорить но там больше пяти нулей него нет не шесть но больше пяти нулей то есть это может быть 1 0 0 0 0 1 вот ну хорошо к чему я стремлюсь к чему я стремлюсь это ну блин ну чтоб месяц было шесть нулей вот к чему я стремлюсь чтобы в месяц я зарабатывал больше миллиона двух окей что меня больше всего бесит меня бесит когда меня не слушают не это раздражает меня неловко от этого особенно когда тебе спросили ты начинаешь рассказывать и все а потом я смотрю и меня не слушают такую и зачем ты спрашивал или перебивают когда меня я ненавижу когда не перебивают я ненавижу когда говорят такую фразу я знаю я знаю я знаю я знаю когда ты что-то человеку объясняешь что-то хочешь ему помочь как-то рассказать и рассказываешь его того чего он не знал а может даже ну и знал ну скажи ты спасибо прикольно воспользуюсь нет вот это и ты еще не не заканчиваешь эту фразу я знаю то это очень раздражает сильно я говорю я просто хочу помочь объяснить такой я знаю а это так бесит что мне еще бесит бесит и на вижу когда мне врут но это я просто не ненавижу тем кто мне врут я просто не общаюсь это прям вообще такой себе и крысы мне очень бесит вот это все в люди что мне бесит на самом деле еще очень много всего но это самое вот прям такое что мне бесит очень ненавижу крыс такси и токсичных людей я прям чувствую этот токсик и сразу отстраняюсь прям вообще три что я люблю что я люблю в этой жизни я люблю вся я люблю своих друзей я люблю то чем я занимаюсь я люблю то как протекает мне моя жизнь как она идет вот так вот и я плыву так по ней не интересно что будет дальше и мне всегда было интересно что будет дальше я стремлюсь только чтобы это дальше было только величий чтобы я потом это вот там через годика два сидела такой вспоминал вот а еще два года назад и я только ему мечтать мог об этом а сейчас уже это все есть и так же как сейчас я вот просто вспоминаю то как-то был в 15 лет в 16 когда сидел блин вот как круто бы было бы быть таким я сейчас вот такое как я себя представлял 16 лет это очень круто осознавать то что примут реально я я же мечтал таким стать я стал это очень круто я понимаю то что я еще выше страну нишка через действия то нет это не 28 до это не 28 получается детей у меня еще нет жены тоже я все так же тусую со своими пацанами и снимаюсь в крутых фильмах и живу в барселоне вот самое главное в жизни это друзья а и и и и и